В Минске завершилось заседание рабочей группы по безопасности на юго-востоке Украины. Оно прошло в закрытом режиме и, как заявил полпред ЛНР Владислав Дейнега, участникам так и не удалось достичь прогресса по вопросу отвода тяжелых вооружений. Следующая встреча намечена на 22 сентября. А в эти минуты продолжается обсуждение политических аспектов. От того, насколько успешно пройдет согласование спорных позиций, зависит в том числе и подготовка к саммиту нормандской четверки в Париже. Не исключено, что Киев продолжит саботировать выполнение минских договоренностей. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, обстановка в Донбассе – это прямое доказательство того, что украинские власти не планируют признавать ДНР и ЛНР. А вместо отвода вооружений с подачи Вашингтона, лишь подыгрывают антироссийским настроениям. Каждый визит на Украину Виктория Инула подтверждает, что Украина не является самостоятельным государством, а находится под внешним управлением Вашингтона. Очевидно, что ее поездки связаны не с советами и консультациями по вопросам региональной стабильности, как нам преподносит западная пропаганда, а с прямыми указаниями руководству страны, как действовать. И еще одно доказательство зависимости Киева от Вашингтона – советником министра финансов Украины назначен американец Артур Лаффер. Его взгляды на экономику сформировались в 70-е и 80-е годы. На пике карьеры он консультировал политиков прошлого века – Рейгана и Маргарита Петчера.